Как Брус Лиц и Джеки Чан, Гомель принял турнир Кубок Полесия по киоку шинкан-карате. За звание лучшего смогались бойцы из Беларуси, России и Украины в возрасте от 8 до 45 лет. Кто стал лучшим, ведая Вероника Гамзюкова. На плясовце палаца гульнявых видов спорта сошлись бойцы из Орла, Москвы, Курска, Липецка, Харкова, а так само у всех областей Беларуси и города Минска. В первую очередь на Кубок Полесии приехала команда Санкт-Петербурга. У Гомеля собрались и спортсмены у всех взрослых и ваговых категорий, с рода каких переможцы и призеры первенства в свете и Европы. В целом можно характеризовать как хорошее выступление. Может быть не отличное, были провалы у нас в этом турнире, но в целом, если победить в бальной шкале, это четверка крепкая. Будем стремиться и работать. Я думаю, что мы долго отлаживали эту систему. У нас ряд воспитанников и в прошлом году победитель первенства мира было. А в этом призеров. Поэтому будем работать и стремиться, чтобы улучшать свою базу и тренировочный процесс. Самая великая конкуренция у категории юниоры, а самое великое представительство – у Гомельчан. Усёж господары с поборництва. Один из лидеров нашей сборной Дзянис Дыдалёв на этом турнире завоевал первое место. Я впечатлен этим турниром. Я участвую каждый год в этом турнире. В том году участвовал, тоже занял первое место. Ну и как бы этот турнир для нас традиционный. И с каждым годом набирает всё больше и больше популярности. И с каждым годом всё больше и больше участников. Хочу сказать, что атмосфера достаточно такая накалённая. Этот Кубок Полесья стал значным и для россиянки Анастасии Ермолаевой. Она проехала на ГТС-поборництве не в першиню, а именно Вита Сёлита повезет додому бронзовую медаль. Шкадует только об том, что ей не удалось опозмогаться с белорусскими. Турнир хороший. На него приезжаю уже не первый раз. Очень нравится этот турнир. Нравится то, что принимает очень гостеприимно. Такая обстановка хорошая. Уже вядома, что путёлки на ГТС-поборництве завоевали Дзянис Дыдалёв и Александр Вягера. Кончатковый состав национальной команды вызначится у середине Саковика. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».